Всем добрый день! В данном видео мы познакомимся с Визлип, библиотекой расширений для биосистем на платформе Кликсенс. Мы узнаем основные преимущества использования расширений Визлип, познакомимся с основными пакетами расширений и их назначения, а также затронем вопросы политики лицензирования и ценовой политики Визлип. Затем мы приступим к практической части и изучим процесс установки расширения Визлип на сервер Кликсенс. Первым преимуществом расширения Визлип является добавление ценности использования самого Кликсенс. Визлип позволяет использовать расширенные возможности анализа данных, а также создавать визуально привлекательные отчеты и элементы интерфейса. Следующее преимущество Визлип – это наличие возможности реализовывать настройки элементов отчетов без знания кода. Настройка визуальной составляющей всех объектов интерфейса производится в окне свойств и не требует углубленных познаний кода. И, наконец, третье преимущество – это поддержка решений. Визлип предлагает клиентам поддержку на шести языках, а также имеет широкую базу статей об объектах и рекомендациях их использования. В настоящий момент Визлип предлагает пять пакетов расширений – Library, Soft Service, Finance, Collaboration и Gant. Далее мы рассмотрим каждый из пакетов немного подробнее и познакомимся с их сферами применения. Пакет Library или библиотека Визлип содержит наибольшее количество расширений из всех пакетов Визлип. Основное назначение библиотеки – расширить стандартный набор визуализации ClickSense и предоставить пользователю более широкий перечень возможностей настройки объектов. Пакет содержит, как и привычные пользователи у объекта визуализации, но с расширенным набором настраиваемых свойств, такие как гистограмма, линейчатый график и таблицы, так и новые объекты, например, диаграммы Венна и Мекка, Story timeline, календарь, переключатель и многое другое. Более подробно с объектами библиотеки Визлип можно ознакомиться на официальном портале Визлип, ссылка на который в описании к видео. Пакет Self Service позволяет создавать более гибкие отчеты и тем самым удовлетворить потребности в аналитике широкой группы пользователей. Результатом использования расширения пакета Self Service для конечного пользователя станет самостоятельно организованная аналитика без углубления в разработку. Подробное описание объектов пакета также можно изучить на портале. Пакет Finance позволяет реализовать в ClickSense привычную финансовую отчетность, соответствующую отраслевым стандартам, но с возможностью использования дополнительных средств аналитики. Фактически это быстрый способ перехода от таблицы Excel к наиболее удобным и интуитивно понятным формам отчетности. Данный пакет требует минимум разработки, так как содержит встроенные шаблоны финансовых отчетов, позволяя пользователям сосредоточиться на анализе данных. Визлип Collaboration предоставляет широкие возможности совместной работы над аналитическими отчетами, например, обсуждение данных анализа, обмен информацией, внесение изменений в данные и все это не выходя из ClickSense. Возможности обратной записи позволяют редактировать, обновлять и комментировать данные, оставаясь в приложении. Кроме того, в избежание утери данных предусмотрена возможность введения записи изменений. Командная работа позволяет объединить команду проекта и позволить ей вести совместную работу непосредственно в приложении. На своем портале Визлип дает подробное описание назначения, настройки и использования расширений пакета Collaboration. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этими статьями, чтобы получить наиболее полное представление обо всех возможностях расширений данного пакета. И, наконец, пятый пакет расширений. Визлип Гант предоставляет пользователю возможности по управлению проектом, позволяет планировать и анализировать процессы и ресурсы проекта непосредственно в приложениях ClickSense. Кроме того, Гант позволяет настроить визуальные подсказки, такие как опорные области или линии, всплывающие подсказки и индикаторы выполнения. Более подробную информацию также можно изучить на сайте Визлип. Теперь давайте поговорим о политике лицензирования Визлип. Для каждого пакета Визлип используется отдельный пакет лицензий с индивидуальным количеством пользователей. Лицензия Визлип привязывается к каждому конкретному пользователю. В тот момент, когда пользователь начинает работу с одним из расширений, ему присваивается лицензия определенного пакета. Если вы еще не приобретали лицензии, Визлип предоставляет пробные, бесплатные пять лицензий каждого из пакетов расширений для того, чтобы вы могли изучить возможности диаграмм и объектов визуализации непосредственно на практике в Кликсенс. Таким образом, вы можете ознакомиться с возможностями пакетов и входящих в них визуализаций, определить, какое количество пользователей будет работать с расширениями пакетов и приобрести именно то количество лицензий каждого пакета, которое необходимо вашему бизнесу. Ценовая политика Визлип предполагает два типа пакетов лицензий. Профессиональные пакеты имеют строгие ограничения по количеству лицензий и фиксированные цены. Пакеты лицензий типа Enterprise предполагают индивидуальные условия цены за пакеты, а также позволяют установить любое необходимое количество лицензий в пакете. Теперь, после того, как мы ознакомились с основной информацией о Визлип, давайте перейдем к практической части, а именно к установке расширений Визлип на сервер Кликсенс. Прежде всего, давайте ознакомимся с требованиями перед началом установки. Во-первых, у вас должен быть создан профиль на портале Визлип. Если его еще нет, то вам необходимо зарегистрироваться. Ссылка на портал приведена в описании. Во-вторых, вам должна быть выдана лицензия Кликсенс типа Professional. Если лицензия не была выдана, обратитесь к администратору вашего сервера с просьбой вам ее предоставить. И в-третьих, у вас должен быть доступ к Кликменеджмент консоль. Это необходимо для импорта расширения на сервер Кликсенс. Если доступа к консоли нет, вы не сможете завершить установку расширений. В этом случае попросите, пожалуйста, администратора Кликсенс выдать вам соответствующие права. Теперь, если все требования выполнены, давайте перейдем к установке. В первую очередь, нам необходимо скачать расширение Визлип. Для этого нам нужно зайти на портал Визлип, авторизоваться при необходимости и перейти в раздел загрузок. Затем необходимо выбрать пакет, который вы хотите установить, или конкретное расширение. Мы будем устанавливать расширение библиотеки Визлип. На странице вы можете увидеть весь перечень расширений Визлип, входящий в данный пакет, каждый из которых можно установить отдельно. Для того, чтобы скачать весь пакет, нажмите кнопку «Загрузить» рядом с названием пакета. Теперь необходимо выбрать тип скачиваемых расширений «Оффлайн» или «Онлайн» и версию расширения. Если вы скачиваете бесплатные версии расширений, вам будет доступна только последняя версия расширений типа «Онлайн». Скачайте архив расширений и сохраните его в папке на компьютере. Следующим шагом необходимо перейти в консоль управления Кликсенс на вашем сервере и затем открыть раздел «Расширения» или «Экстеншенс» в блоке управления ресурсами. Внизу страницы раздела нажмите кнопку «Импорт» и выберите в открывшемся окне файл архива расширения Визлип. Затем нажмите кнопку «Импорт». После успешного импорта расширений перейдите в хаб Кликсенс и откройте любое приложение, в котором уже есть данные. Скаченные расширения будут доступны на вкладке «Кастом объекты» или «Пользовательские объекты» в режиме редактирования листа. Теперь вы можете выбрать любой объект расширения Визлип, разместить его на листе вашего приложения и выполнить необходимые настройки. На этом наша работа по ознакомлению с Визлип и подготовке к началу работы окончено. Надеемся, что предоставленная информация окажется для вас полезной и станет основой для вашей дальнейшей увлекательной работы с расширениями Визлип в Кликсенс.